Приветствую вас, дорогие ножеманы! Помните, Остап Бендер говаривал? Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Эта фраза прям всплыла в моей памяти, когда 29 апреля 2020 года я прочла статью известного ножевого журнала Night News о запуске на платформе Kickstarter крайне интересного проекта сбора денег для производства ножа-кибергаджета под названием Inertix. Забавная цацка, думаю я, но что-то мне напоминает. Ах, ну да, как же! Принцип действия механики и основные детали дизайна, вплоть до шлицов на винтах, не то чтобы похожи, а не напрямую заимствованы из нашего ножа сарик с гладью, который мы производим с 2018 года. Пытаюсь разобраться в сюжете. Гугль хром мне в помощь. Интернет услужливо предоставляет мне все имеющееся в сети информацию. Выясняется, что автором, с позволения сказать, этой киперпанк-новацией является некий Александр Криворукий. Извините, ошиблась, Кривоше. Дизайнер. Каковы же заслуги этого новатора? Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует. Не отличишь от настоящей. Удивительно, сеть не содержит информации о других его проектах, касающихся ножей или дизайна. Странно. Еще более странно, это то, что рекламный ролик новоделанного knife maker начинается с его сакраментальных слов. Я не люблю ножи. I do not like knives. Да, думаю, кто же тебя заставлял делать грязную, непривычную и нелюбимую работу? Оказывается, некоммерческий проект по отъему, извините, сбору денег с населения на платформе Kickstarter представлен некой RoboRazer-студию. Но про эту контору в сети это уже не слово. Прям шпионские тайны. А кто еще принял участие в создании манящего имени RoboRazer? Второй свой учредитель RoboRazer-студию гражданин Игорь Фастенко. Ну, наконец-то, думаю. Потому что этот глубоковажаемый гражданин уже оставил по себе следы в сети. Он и дизайнер, и стритапер, и промоутер. Студентка! Комсомолка! Спортсменка! Он уже отъял, извините, собрал деньги у населения на свой проект Enjoy the Wood. Угадайте как? Правильно, с помощью Kickstarter. Все уже украдено до нас. Однако в проекте RoboRazer-студию он ведет себя настолько скромно, что я не сразу обратила на него внимание. Подмечаю, это нетипично для его поведения. Продвигая Enjoy the Wood, он на полное, что называется, торгует лицо. В чем дело, Игорь? Ты не хочешь, чтобы тебя ассоциировали с Копикэтом? Но уши, точнее, борода-то, торчат. Торчат в рекламных материалах RoboRazer-студию. У меня вообще сложилось впечатление, что Кривошея подставное лицо, либо вообще вымышленный персонаж. Так вы подставное лицо? Да, я ЗИЦ-председатель фунт, я всегда сидел. Садитесь. А настоящий герой RoboRazer это и есть Игорь Фастенко. Здравствуйте, царь, очень приятно, царь, очень приятно, царь. Но это только догадка. Итак, подвожу для себя промежуточные итоги. Думаю, кому же я должна быть благодарна за популяризацию нашего дизайна, без нашего ведома и ссылки на автор. Получается так, двое предпринимателей, Александр Кривошея и Игорь Фастенко, объединившись в RoboRazer-студию на платформе Kickstarter, отымают деньги населения, рекламируя себя через LifeNews и другие информационные порталы. Обо всем этом пишу пост в Инстаграм и предлагаю всем желающим высказаться на эту тему. Публикую на четырех страницах нашего бренда. Надо отметить, что RoboRazer-студия тоже имеет страницу в Инстаграм. И заблаговременно блокируют две наши страницы. Главную страницу бренда Мария Сталина и страницу владельца бизнеса Александр Сталин. Для чего? Не знаю. Ну, догадываюсь. Видимо, хотели сделать мне сюрприз. Это просто праздник. Какой-то радостный. Чтобы я заранее не обрадовалась, или чтобы не могла помешать вольготно заимствовать наши идеи до поры. И было ваше, стало наше. Итак, публикую пост на всех четырех площадках. Общее количество отзывов нажиманов, осуждающих плагиат, около двухсот. И среди них, не поверите, письмо от RoboRazer-студию на английском. И письмо от Александра Кривошея на украинском. И с писем следует, что они прекрасно знают о нашем дизайне и о том, что он был создан существенно раньше Inertix. То есть, они де-факто признают, что пользовались нашим дизайном и конструктивной схемой, но при этом ничего незаконного или постыдного в своих действиях не видят. Особенно продвинутые мастера дизайна и промоушена упирают на то, что их изделие проще и отличается от нашего более чем на 60%. Опять вспоминаю великого Остапа. Товарищи, у меня все ходы записаны! Это подход, думаю. Но, может быть, методология изобретателей не совпадает с позицией волшебного инструмента, непосредственно осуществляющего отъем денег у населения. Пишу в Kickstarter письмо с описанием всей истории. Оперативно. Через два дня приходит ответ. Нет, все окей, позиция едина. RoboRazer-студию, оказывается, не нарушает принцип в площадке Kickstarter. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Пытаюсь понять, как же так, что же за волшебный инструмент позволяет безнаказанно тырить чужие идеи, пользуясь чужим дизайном без ссылки на автора. Создавать вещи сомнительного качества. Поверьте опыту, по фото видно, что качество изделия не принесет радости владельца, да и цена завышена в разы. Смотрите, вот рейтинг и отзывы о Kickstarter. На всех площадках, собирающих отзывы пользователей о сайтах, рейтинг Kickstarter не превышает 20%. А вот стандартные отзывы. Общий лейтмотив – обманщики не заботятся о потребителе, пропали деньги. При этом на сегодня, по данным Kickstarter, проект Inertix уже отъял у населения денег в сумме… Опять вспомним классиков. Сравнительно честным способом. Что я могу сказать по этому поводу? Берегите здоровье, берегите себя и близких, берегите ваши накопления. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Не покупайте подделки. Спасибо всем, кто поддерживал нас. Спасибо за ваши комментарии, звонки и письма. Специальная благодарность Ли Лермон, Олегу Тарасенко, Натю Аймор, Бруталике и лично Алексею Пономареву. Ваша Мария Сталина. Спасибо. Спасибо.